Всем привет! Вы на канале Автозвук.ua и сегодня у нас на обзоре будет видеорегистратор AR250NV, который представляет из себя достаточно бюджетное решение от компании Navitel, но при этом здесь есть одна очень важная функция, которая называется Night Vision или ночная съемка. Наверное, по мнению производителя, функция ночной съемки в данном устройстве является самой важной и основополагающей, так как аббревиатура NV присутствует в маркировке модели, а также надпись Night Vision встречается буквально на каждом углу видеорегистратора и его упаковки. Для обеспечения качественной ночной съемки видеорегистратору необходима, конечно же, хорошая качественная матрица и соответствующее программное обеспечение, что является достаточно недешевым удовольствием. И учитывая стоимость данного девайса, нетрудно предположить, что основной упор должен был быть как раз на матрицу и программное обеспечение. Именно поэтому всем остальным пришлось пожертвовать. У модели AR250NV полностью отсутствуют дополнительные функции, ну и сам видеорегистратор лишен каких-либо современных конструктивных особенностей. Сам по себе девайс достаточно компактный, имеет стандартную на сегодняшний день компоновку, но тем не менее прослеживаются в дизайне какие-то фирменные, скажем так, очертания. И это делает устройство немножко не похожим на другие видеорегистраторы. На верхнем торце устройства мы можем увидеть паз для крепления. Это самое бюджетное стандартное крепление на шарнирном механизме, но оно достаточно компактное. Естественно, здесь нет каких-то дополнительных удобств в виде магнитов, либо контактной группы. Питание подключается отдельным кабелем, поэтому снимая видеорегистратор с автомобиля, вам нужно сначала снять его, например, с крепления, затем отключить питание или наоборот. Кстати, крепление и зарядка без дополнительного USB разъема – это и вся комплектация, если еще не брать во внимание лицензионный ключ, о котором мы поговорим позже. Торцы устройства не обременены никакими разъемами и кнопками. Кнопки мы можем увидеть только с тыльной стороны видеорегистратора, это кнопки навигации по меню. На нижнем торце слот под карты памяти microSD объемом до 64 гигабайт. На мой взгляд, нижнее расположение слота под карты памяти – это не самая удобная история, так как иногда, когда машина подпрыгивает на кочках, ямах, карта памяти может отстреливать и, собственно говоря, если слот находится внизу, то карточка теряется где-то в недрах автомобиля. Оптимально, когда слот находится сбоку или сверху и закрывается какой-нибудь заглушечкой. Также здесь у нас есть кнопка Reset и микрофон. Часто вы спрашиваете, как пишет видеорегистратор звуки, пишет ли он звук вообще. Скажу так, что я не встречал пока что ни одного видеорегистратора, у которого не было бы встроенного микрофона, но как пишет устройство звук, мы сейчас проверим. Сейчас на видеорегистраторе включена запись и звук записывается через микрофон встроенный в видеорегистратор. Картинка пишется на нашу основную камеру. Так как настройки основной камеры и видеорегистратора отличаются, то, соответственно, по звуку может быть небольшой рассинхрон. Но нас это не волнует. Главное – услышать качество микрофона и сравнить его, например, с моей петличкой. Также хочу обратить внимание, что звук здесь пишется в монорежиме, поэтому качество может существенно отличаться. Отключение либо включение записи звука производится в соответствующем разделе меню. В принципе, здесь для звука других настроек нет, только вкл и выкл. Все настройки осуществляются посредством аппаратных кнопок и на дисплее диагональю 2 дюйма. Это TFT-матрица с разрешением 320 на 240. То есть самая стандартная матрица для любого бюджетного и, скажем так, среднеценового видеорегистратора. Также здесь мы можем настроить штамп времени даты, чувствительность G-сенсора, режим парковки, разрешение записи. Ну и, в принципе, пожалуй, все. Есть еще дополнительный раздел меню. Здесь уже идут системные настройки. Режим парковки подразумевает следующий функционал. При отключении питания от видеорегистратора устройство через какое-то время отключается и переходит в режим ожидания на парковке. При этом питание встроенной батареи емкостью 100 мА не потребляется. То есть видеорегистратор, можно сказать, выключен. Но при фиксации каких-нибудь ударов по кузову автомобиля устройство автоматически включается и производит запись необходимого файла. Устройство может включаться так несколько раз, но нужно обратить внимание на то, что емкость батареи очень маленькая, 100 мА. Поэтому ее емкости хватит, наверное, на 3-4, возможно, 5 таких файлов. Помимо функции, которая позволяет защитить автомобиль на парковке, данное устройство в какой-то мере также может улучшить ваши навигационные возможности или способности. Здесь, конечно, нет встроенного GPS модуля, но зато в комплекте идет лицензионный ключ для карт Navitel. Этим ключом вы можете воспользоваться на любом портативном устройстве, где установлены карты и, соответственно, пользоваться лицензионной навигацией Navitel. А вот что касается основного функционала именно записи видео, то здесь стоит обратить внимание на следующий нюанс. В более продвинутых моделях Navitel с функцией Night Vision используются матрицы Sony семейства StarVis. Здесь же, как бюджетное решение, используется матрица GC2063 и процессор GL5601. Это оставляет определенный отпечаток на качестве видео. Например, днем съемка, в принципе, неплохая. У нас естественные цвета, детализация, можно сказать, средняя, ну, соответствует стоимости видеорегистратора. Продолжение следует... Продолжение следует... В ночное время ситуация существенно ухудшается. То есть, если автомобиль едет перед нами, то, в принципе, номера засвечиваются и никакая ночная съемка здесь не спасает. Также у видеорегистратора отсутствует функция WDR и поэтому засветы могут быть не только от фар вашего автомобиля, но и, например, от других ярких источников искусственного освещения дороги. А вот если автомобиль двигается по соседней полосе, то там номерной знак уже можно рассмотреть. Хотя расстояние будет небольшим. 5, возможно, 10 метров. Все будет зависеть от освещенности и дорожной ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Заявленный угол обзора 140 градусов в принципе соответствует действительности и можно сказать, что он даже немножко больше, возможно, 145 градусов. В общем, с углом обзора у AR250NV дела обстоят намного лучше, чем с качеством съемки, особенно если говорить о ночной съемке. И мне кажется, что аббревиатура NV данному устройству досталась по наследству от более старших моделей. Поэтому, рассматривая данный девайс к приобретению, я бы не опирался на функцию ночной съемки как основную, да и, в принципе, как таковую. На мой взгляд, это самый стандартный среднестатистический видеорегистратор с незаурядным функционалом, к плюсам которого можно отнести компактные габариты, возможно, интересный дизайн, функцию парковки, а также то, что в комплекте вы получите лицензионный ключ с картами Navitel. А у меня, собственно говоря, на этом, как обычно, все. Если видео было полезным и интересным, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok